Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко. Если вы искали, как снизить вес и похудеть быстро и безопасно, то вы нашли нужное видео. Но в этом видео вы узнаете несколько больше. А именно, как снижать вес и одновременно укрепить иммунитет. Обычно он страдает при снижении веса. Понятно, белковая недостаточность для иммунной системы. Как одновременно улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Часто и эти признаки сопутствуют снижению веса. Как одновременно улучшить работу мозга и не попасть в депрессию. Как правильно заниматься спортом, чтобы вновь таки не пострадала ваша иммунная система. Как избавиться от вдутия живота. То есть, вот это все бонусы вы получите в этом видео. Если сможете приготовить правильно имбирный чай. И в этом видео я расскажу не просто, как приготовить имбирный чай для похудения. И снижения веса. И получения всех этих бонусов. Вы узнаете несколько больше. Вы узнаете, как правильно выбрать самый лучший способ приготовить имбирный чай. Из тех 24 способов, о которых я расскажу в этом видео. Понимаете, насколько объемная, обширная информация. Правильно используя которую, вы реально получите и снижение веса, которое останется с вами. И вот те бонусы укрепить иммунитет. Улучшить внешний вид кожи и все остальные события, которые вам, надеюсь, важны. Более того, правильно приготовленный имбирный чай поможет вам лучше и эффективнее использовать любую диету для похудения. Не важно, вам ее разработал индивидуально ваш личный диетолог. Либо вы самостоятельно выбрали в интернете, например, диету Дюкана, Аткинса, Кремлевскую диету. Достаточно эффективные диеты, но очень сложные в исполнении. Очень много белка, если вы получаете непривычно большое количество белка. И ваша пищеварительность не способна переварить, а ваша печень не способна усвоить и доставить на уровень клеток. То эти диеты отличаются тем, что по выходу из этой диеты у вас усиливается явление печеночно-почной недостаточности. Или это будет повод прервать эту диету, но не в случае, если вы правильно приготовили имбирный чай, в зависимости от индивидуального уровня своего здоровья. Больше того, вы узнаете, как менять способ приготовления имбирного чая, если ваш уровень здоровья меняется. Это очень важно. Это удочка. Это не продажа орехов, которые вы будете покупать все время. Это вам удочка, чтобы вы ловили рыбу. Поэтому смотрите это видео дальше. Надеюсь, полезная информация вам будет получена. И как же самый простым способом приготовить имбирный чай для похудения? Ну, конечно же, вам нужны корневища имбиря. Конечно, самое простое это приготовить имбирный чай в чашке. Ну, нужна правильно подготовленная вода. Ну, и, конечно, вам нужно устройство для измельчения имбиря. И самый простой способ приготовить имбирный чай – вы берете корневища имбиря, моете под проточной холодной водой, снимаете внешнюю кожицу, измельчаете на терке, помещаете измельченный имбирь в чашку, заливаете правильной водой. И при остывании имбирного чая он готов к употреблению. И это первый способ приготовить имбирный чай в домашних условиях для похудения. Еще три способа появляются, когда вы используете другие грани этой терки. И, наверное, с вами с помощью этой терки этот способ получаете вы его четырьмя разными вариантами. Каждый вариант очень важен. В зависимости от степени измельчения имбиря вы получаете совершенно разный имбирный чай. В одних случаях он будет действовать в большей степени на слизистую оболочку желудка, усиливая работу вашего желудка. В других – будет стимулировать и поджелудочную железу. В-третьих – тонкий, толстый кишечник. И там будет улучшаться работа вашей пищеварительной системы и подавление патогенной флоры, чтобы она не съела лишний кусок белковой пищи, лишний кусок мяса, рыбы, либо птицы. А он достался именно вашему организму. Пошел в клетки. Там активировался обмен веществ, благодаря которому идет снижение веса. Вот такая простая комбинация. А четыре способа приготовить имбирный чай вы уже имеете. Как подробнее все это выбрать, я в конце видео дам ссылку. Не буду дублировать эту информацию. Вы посмотрите другое видео. Там все подробно объяснено. Как некоторые эксперты советуют этот способ приготовления имбирного чая повысить его эффективность. Ускорить снижение веса. Я прекрасно понимаю. Вот таким способом приготовленный имбирный чай. Он подходит большинству. Правда, еще нужно учитывать имбирные тесты. Такое видео есть на моем канале. Просто имбирь так или иначе влияет не только на пищеварительную систему. Влияет на дыхательную систему, мочеполовую. И там тоже будет кое-что меняться. И нужно ориентироваться количественно. Сколько имбиря вы используете и как вы его измельчаете. Чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снижение веса. И не ухудшить состояние вашего организма в органах дыхания, в мочеполовой системе, ну и другие органы. Чтобы работали прекрасно другие органы и системы. И не вынудили вас снизить эффективность этого метода. То есть, иными словами, убрать имбирный чай и худеть другим способом. Так вот, как усилить действие вот этого способа? Некоторые эксперты говорят, да, нужно добавить один простой ингредиент. Я думаю, что у каждого из вас на кухне он есть. И вроде как его можно добавить. Действительно, эффективность снижения веса повышается. Тут уже появляются определенные риски. Чем выше скорость движения, тем вы понимаете выше вероятность аварии. И когда вы имбирный чай, некоторые эксперты советуют добавить чай китайский, я понимаю, что вы должны учитывать индивидуальные особенности своего организма. А именно, если у вас периодически, либо постоянно определяются холодные кисти рук, либо холодные стопы ног, то это говорит о том, что ваша сердечно-сосудистая система работает с напряжением. Я бы сказал, с перенапряжением. И ослаблена сократительная способность сердечной мышцы. И ваше сердце не может всю кровь обеспечить теплоносителем, кровью и питанием весь организм. Идет сокращение, идет так называемая централизация кровообращения. Я об этом часто говорю. Это очень такой интересный симптом, который о многом говорит и многие движения ограничивают. Когда вы добавляете чай китайский к имбирному чаю, алколог кофеин, который находится в составе чайного листа, активирует работу мозга. Косвенно активируются обменные процессы во всем организме. И для их обеспечения вынуждена работать интенсивнее сердечная мышца. Напомню, если у вас холодные кисти рук, или стопы ног, периодически или постоянно, сердечная мышца ослаблена. Заставить хромово бегать быстрее можно. Результат, наверное, вы знаете. Примерно то же самое может сделать чай китайский с имбирным чаем и опосредован через ваше сердце. Иными словами, явление сердечной недостаточности у вас могут быть раньше. Но! В случае, если у вас холодные кисти, либо стопы, они могут быть здесь и сейчас. У мужчин может быть острая сердечная недостаточность, у женщин острая сосудистая недостаточность. Если вы понимаете, насколько важно вот такое понимание и отношение к имбирному чаю, не забудьте поставить на это видео лайк. Напишите. Мы не знали, что такая вот комбинация простая может иметь такие серьезные последствия. Ну и какие-то другие комментарии на это событие. Вы понимаете, насколько это важно? Выпить имбирный чай и умереть, не дождавшись снижения веса. Я думаю, что вас интересовал другой результат. Все-таки вы хотите не только дождаться снижения веса, который вы хотите, но и побыть в этом теле, чтобы порадоваться тому весу, который вы достигли. Но! Чай китайский содержит еще два алкалоида, которые еще в большей степени увеличивают скорость снижения веса и опасность для вашей жизни. Это теофилин и теобрамин. Если вы откроете фармакологию, вы увидите, что эти два алкалоида раздражают кишечник до поноса. И понимаете, что если у вас содержимое кишечника увеличивается, потери через него воды, то снижение веса ускоряется. При этом уменьшается переваривание пищи. И уже имбирь может не справиться с этой ситуацией. Может не подстраховать ваш новый имбирный чай. И усиливается вздутие живота, усиливается урчание. Если у вас такие события происходят, в связи с таким способом приготовить имбирный чай, то вы понимаете, чем вы рискуете. Вздутие живота или метеоризм – это достаточно серьезная проблема. Особенно, если вы пытаетесь снизить вес. Когда у вас сердечно-сосудистая система ослаблена по определению. У вас увеличивается кардиологический риск. Вы не можете сделать полноценный вдох. И в этом состоянии венозная кровь к сердцу не приходит. И минимально, что может быть, у вас может быть боль в области сердца. Ощущение камня, инородного тела. Какое-то неприятное ощущение за грудиной. Которые могут на минимальном уровнях показывать наличие скрытой ишемии сердечной мышцы. Это очень неблагоприятная вещь. Если у вас такие события происходят. Если вы пили таким образом имбирный чай. Во-первых, вам нужно прекратить пить имбирный чай. И обратиться к кардиологу. Для того, чтобы выяснить реальное состояние вашей сердечно-сосудистой системы. И программу реабилитации, снижения веса. Но правильную с учетом реальных возможностей вашей сердечной мышцы. И этот момент, он очень важен. Не хотелось бы, чтобы у вас была именно такая диагностика в домашних условиях. Она может состояться. Особенно не было приятно. Если часть экспертов советуют приготовить имбирный чай еще несколько по-иному. И добавлять еще один ингредиент. Компонент, который тоже есть у каждого из вас. Скорее всего, в домашних условиях. На кухне. Он простой. Его часто используют в холодный период года. Для укрепления иммунитета. Особенно при гриппе очень полезный. Я всем советую его использовать при гриппе. С водой. Для того, чтобы улучшить очищение организма. И этот компонент очень простой. Это лимон. Вот когда пьют чай с лимоном. И добавляют его в имбирный чай. Готовят каким-то образом. Вот здесь у вас появляется еще одна неприятная особенность. Лимонный сок усиливает растворимость алкалоидов. Кофеина, теобрамина и теофилина. И все те особенности, которые я вам рассказал перед этим. Их опасность для вашего организма и вашей сердечно-сосудистемы увеличивается в разы. И у вас вновь риск. И вновь опасность для вашей жизни. И тут уже нужно ориентироваться на еще один показатель. Холодные кисти и стопы уже не показатель. Да, они могут быть, но у вас должен отсутствовать еще один признак. Это темные круги под глазами. Который выдает, что у вас высокая яскость крови. В этом случае вот такая комбинация тоже может быть для вас смертельно опасной. С теми осложнениями, о которых я уже рассказал. Хотите напомнить себе, чем может закончиться? Отмотайте это видео к началу. И обновите ту информацию, которую вы получили. Возможно, я быстро говорю. И если вот использовать вот таким способом приготовленный имбирный чай, вы понимаете, что тут риск есть. Если готовить чай китайский с имбирным, без лимона, то у вас шесть вариантов приготовить имбирный чай. Иными словами, вне зависимости от того, вы используете белый, синий, зеленый, желтый, красный, черный чай. У вас риск вырастает. Шесть вариантов по степени ферментации. Но без вариантов. В каждом варианте одинаковое содержание алкалоидов. Кофеин, теобромин, теофилин не меняются в зависимости от ферментации. Вы получаете другую гамму ощущений. Цвет, вкус, аромат. Но опасность для жизни возрастает. Та же самая, еще шесть вариантов приготовить имбирный чай, когда вы добавляете к любому виду чая китайского лимон. Это самые опасные комбинации для того, чтобы приготовить имбирный чай для похудения. Похудеть на таком способе приготовления имбирного чая можно. Но это нужно иметь уж очень крепкое здоровье, чтобы ваша сердечная сосудистая система выдержала такой стимул, такую скорость снижения веса. Как диетолог Скачко советует по-другому готовить имбирный чай, для того, чтобы все же получать эффект и снижение веса, и укрепить иммунитет, и избавиться от сдутия живота, от метеоризма, улучшить состояние волос, ногтей. Если эти компоненты вам не очень подходят. А очень просто. Вам нужно к этой комбинации добавить правильно подготовленное очищенное яблоко, добавить очень простой компонент, который есть у всех. Это чеснок. И добавить сахар. И как же приготовить имбирный чай в этой комбинации? Подробное видео есть, вы можете его найти. Но здесь кратко напомню. Вы берете, вначале очищаете от внешней кожицы яблоко, дальше натираете его на самой мелкой терке, после этого помещаете кашицу в чашку, или можете отжать сок, поместить кашицу, так будет еще более эффективно. После этого измельчаете имбирь, измельчаете чеснок, помещаете сюда же, после этого чайная ложка сахара, перемешали, когда все ингредиенты пустили сок, вы добавляете кипяток, и по мере остывания имбирный чай готов. Вновь еще три способа, когда вы правильно используете эту терку. И это простые, я бы сказал, самые простые и наиболее эффективный способ приготовить имбирный чай. Четыре варианта из него, когда вы получаете реально чай, который будет усиливать работу вашей пищеварительной системы, выбранными вам способом, а также укреплять иммунитет, и другие события в вашей жизни также произойдут лучше. Хотите приготовить более эффективный чай для очищения кишечника? Не вопрос. Тогда вы берете, несколько другим способом приготовить, можно имбирный чай, вы берете воду, добавляете туда измельченное яблоко, после этого сахар, доводите до кипения, томите 15-20 минут, при этом происходит реакция между пектинами яблок и сахаром, они превращаются в такое желе, которое прекрасным становится сорбентом. И для того, чтобы адсорбировать, более активно влиять на пищеварительную систему, уже такой способ влияет на, как регулирующий на работу пищеварительную систему, уменьшает сдутие живота. Если хотите получить больше эффект, не вопрос, тогда добавляйте измельченный имбирь, чеснок, после чего выключаете огонь, и при остывании ваш имбирный чай готов. И еще три варианта получаются, когда вы используете разные грани вот этой терки. В этом случае вы получаете самый эффективный имбирный чай для похудения, с помощью которого можно улучшить работу пищеварительной системы, улучшить переварение, самое главное, белков, которые находятся в продуктах питания, белки, переварившись до аминокислот, попадают в кровь. И благодаря хорошей работе печени превращаются в нужные уже вам белки, и идут на работу в те органы и системы, которые должны работать в этом случае. И если вы используете минимальное количество белка, то вы поддерживаете более активно обменные процессы. Если вы хотите укрепить иммунитет, то количество белка нужно увеличить. Если вы хотите заниматься спортом, на уровень вашей физической активности, тоже нужно увеличить количество белка. Самый главный элемент, это все-таки правильно приготовленный имбирный чай, который поможет вашей пищеварительной системе переварить белки более эффективно, для реализации тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. В этом случае вы будете жить и лучше, и дольше, и снижение веса произойдет наиболее безопасным для вас способом. Ну и здоровье вы свое не потеряете, и самое главное, не потеряете жизнь, потому что вряд ли вы будете теперь использовать вот эти способы приготовить имбирный чай, которые очень рискованы даже для здорового человека. И теперь хотя бы имбирный чай вы будете готовить правильно и не будете рисковать своей жизнью. Напомню, что на моем кулинарном канале Диетолога Скачко есть целая серия видео о том, как правильно готовить кофе, чай, в зависимости от индивидуальных особенностей вашего организма. И эти видео тоже рекомендую вам посмотреть, чтобы вы не рисковали своей жизнью. Ну а другие продукты питания, напитки, также такие видео со временем появятся на моем кулинарном канале Диетолога Скачко, чтобы вы жили лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С первичным подписчиком моих каналов с вами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, что имбирный чай можно, великолепно можно использовать, модифицируя по разному способу приготовления и получать результат, ну, можете поставить лайк на это видео. Если кто-то из ваших друзей хочет похудеть, либо любит пить имбирный чай, дайте ссылку на это видео. Пусть человек, не рискуя своим здоровьем, улучшает работу пищеварительной системы и организма в целом. Ну, если кто-то из ваших друзей занимается экстремальными способами приготовления имбирного чая, ну, посоветуйте посмотреть это видео. Возможно, они поймут, чем они рискуют и как лучше готовить имбирный чай, чтобы жить лучше и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео все-таки закончу. И до новых встреч на моих видео-каналах доктор Скачко и школа доктора Скачко. Это YouTube. А также школа доктора Скачко в Instagram. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!